здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко и в этом видео вы узнаете несколько секретов диетолога как приготовить льняную кашу в домашних условиях без риска отравиться ацетоном не все способы приготовить льняную кашу одинаково безопасны особенно если вы длительно собираетесь ее использовать для очищения кишечника для восстановления обмена веществ нормального для снижения веса и вот здесь хроническое отравление ацетоном может нарушить работу печени и почек я диетолог борис качко автор более 50 опубликованных книг и брошюр в том что книги что делать если у вас есть печень и почки знаю как избавиться от ацетона в домашних условиях как обычно готовить льняную кашу берут семена льна измельченные либо покупают цельные семена льна измельчают домашних условиях далее заваривают крутым кипятком с добавлением соли сахара специи можно добавить при остывании льняная каша готова к употреблению и сто процентов ацетона который находится льняной каши попадут в ваш организм первично нарушается работа печени если у вас печень работает по женскому типу и об ее особенностях я тоже в этой книге писал есть женские мужские болезни нужно понимать как от них избавляться правильно улучшая работу печени первую очередь страдает печень во вторую и почки как приготовить льняную кашу по рецепту диетолога скачко используя несколько секретов секрет 1 перед тем как готовить льняную кашу вы измельченные семена льна должны немножко обжарить подогреть при нагревании цианогенный гликозит лини марин распадается на три составляющих глюкозу который останется в каше и каша станет от этого более сладкой ацетон который слава богу обладает летучестью и при нагревании просто будет испаряться главное чтобы у вас хорошо работала вытяжка а вы не получили ингаляционное отравление тем же ацетоном это принципиально вытяжка должна работать вы должны только наблюдать за процессом нагревания льняной муки ну и все 35 минут нагрели вас испарение ацетона произошло даже если вы не ощущаете его я вас уверяю если семена льна натурального происхождения без гроб то ацетон будет удаляться и вы таким способом от него избавитесь более того чтобы еще получить одновременно еще один бесплатный бонус быть семенах для находятся белки как активные белки так и структурные и при нагревании они также будут распадаться иными словами ваша пищеварительная система после этого сможет их легче переварить одновременно вы получите еще один бонус клетки которых находятся полезные вещества семян льна разрушатся не только механически при измельчении но и термически и здесь вы получите еще один бонус или сразу несколько бонусов жирное масло жирорастворимые витамины теперь ваши витамины макро микроэлементы другие ваши иными словами биологическая ценность такой каши резко повышается вот после этого вы можете обработанную муку семян льна обдать крутым кипятком добавите соль сахар специи это уже говорится ваш выбор заварили при остывании я бы советовал ее еще и хорошо укутать чтобы остывание было не быстрым а все-таки более медленным так белки семян льна еще лучше переварится окисление практически не происходит там очень мало легко окисляющихся компонентов в этом случае я на я каша приносит вам больше пользы а при регулярном использовании вы можете и кишечник очищать и для очищения кишечника я бы советовал использовать льняную кашу вечером перед сном примерно за час-полтора для того чтобы снизить вес можно льняную кашу использовать несколько раз на протяжении дня в этом случае вы получаете больше пользы и меньше вреда некоторые могут попробовать нагреть семена льна цельные а потом измельчить и приготовить кашу можно и так но в этом случае у вас не сто процентов ацетона может испариться воздух а только те 15 которые находятся на поверхности а успеет ли весь ацетон удалиться когда вы измельчите семена льна и будете готовить кашу который находился внутри там 85 процентов ацетона сложно сказать поэтому я бы советовал все-таки обжаривать измельченные семена льна прямо перед приготовлением ледяной каши в этом случае вы получите значительно больше пользы а если вам нужно больше знать про лечебное питание про правильное питание ищите другие видео в интернете набирайте кулинарный канал или кулинарный канал диетолога скачко до новых встреч на моих видео каналов школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram и канал доктор скачко youtube